А у нас в студии уже есть гость. И я с удовольствием передаю слово Александру. Сегодня 9 ноября, и это международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. И у нас сегодня в студии президент Межрегиональной общественной организации Всекрымский Еврейский Конгресс Ян Борисович Эпштейн. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Это утро всегда будет добрым для всех. Да, это действительно очень важно. Расскажите, пожалуйста, немножко о сегодняшней дате. Вы знаете, сегодня 9 ноября. Исполняется 80 лет со дня так называемой Хрустальной ночи. Это один из самых крупных погромов евреев, который произошел в Германии во время нацизма. Это как бы одна из тех дат, которые являются началом страшной трагедии Холокоста. Но следует отметить еще одну дату. Это дату 10 мая 1933 года, когда также состоялись погромы. Они были в Берлине, в Майнце и в целом ряде городов. Поэтому вот эти вот две даты являются одними из самых страшных. И сегодняшняя дата, которая признана миром, всемирным сообществом, это как день против фашизма, расизма, антисемитизма. Потому что именно в Хрустальную ночь было уничтожено более 100 человек погибло евреев, и более 30 тысяч были брошены в концентрационные лагеря. То есть вот эта дата и послужила событием, которые были названы впоследствии Холокост, и в результате которой был принят до Водзейской конференции, такой акт об уничтожении полностью всех евреев. То есть, так сказать, полное решение еврейского вопроса. И мы знаем, что во время Великой Отечественной войны было уничтожено более 6 миллионов еврейского населения, из 11 миллионов на тот момент значихся по переписи. И я вам хочу сказать, что вот сегодня мы проводим большую работу, так сказать, памяти жертв Холокоста, увековечиванию памяти. И я вот хочу объявить, пользуясь случаем, что в понедельник, 12 числа, совместно с Государственным комитетом по межнациональным отношениям, мы проводим большой круглый стол, который будет называться «Защитим будущее вместе». То есть это тот девиз, с которым мы работаем. Почему? Потому что все мы, то, что мы делаем, мы делаем ради нашего будущего, ради наших детей и внуков. И мы должны сделать все, чтобы они знали эту страшную трагедию, потому что только для того, чтобы она никогда не смогла повториться. И вот сегодня мы участвуем, наши дети участвуют в международном конкурсе, который называется «Память о Холокосте. Путь к толерантности». Мы получили, хочу сказать, около 100 работ. Это достаточно интересные работы, есть творческие работы. Они идут по четырем номинациям. Это школьники, студенты, преподаватели и отдельно творческие работы. И я думаю, что в ближайшие, на следующей неделе будут подведены определенные итоги, мы сможем объявить промежуточные итоги, и работы лучшие будут отправлены в Москву. Конкурс проводился именно среди крымских детей? Да. Дело в том, что это международный конкурс, но мы проводили, нашу часть мы проводили именно среди детей Республики Крым. А можно вас спросить, насколько важна роль средств массовой информации в пропаганде мира и борьбы с этими напастями? Вы знаете, дело в том, что средства массовой информации должны проводить огромнейшую работу. И вот на округлом столе, который мы будем проводить, у нас есть специальный отдельный раздел, который так и будет называться, роль средств массовой информации в деле противодействия антисемитизму, расизму, ксенофобии. Почему? Потому что, ну, в целом, еще не так много уделяется этому внимания. Мы видим, что средства массовой информации, там, телевидение, пресса, они иногда пишут, но в основном они об этом говорят перед какими-то событиями. Либо это Международный день памяти Холокоста, либо это у нас какие-то события определенные. Хотя нужно проводить работу, потому что у нас, к сожалению, есть еще такие вот средства, которые даже находятся в Крыму. Одно из таких, ну, я думаю, что люди, которые услышали, знают, о какой газете идет речь, в которой проводилась и, в общем-то, отрицательная, так сказать, информация, которая, так сказать, несла не объединение, а определенную, так сказать, межнациональную рознь. Кроме того, даются некоторыми товарищами интервью, которые говорят об антисемитизме и так далее. Но я хочу сказать, что сегодня, значит, на планете вот признано, что есть две страны, которые именно чтут Холокост, которые именно чтут память о Холокосте и делают все, чтобы это не повторилось, это Россия и Израиль. Вот, и если говорят об антисемитизме, то, ну, мы понимаем, что на бытовом уровне всегда что-то будет есть и отношение к различным национальностям, но единственная страна, в которой сегодня помогает государство и в которой нет у нас сегодня государственного антисемитизма, это Россия. Ну, действительно, лучший способ борьбы с болезнью – это превенция. Ну, а сейчас мы узнаем в рубрике «Перекресток», так что же знают симферопольцы о фашизме и как с ним бороться? Прежде всего, молодежь надо просто убеждать. Воспитание, наверное, это слово даже не подойдет. Просто убеждать, убеждать, убеждать. Своими действиями, своими поступками, своими беседами, своими убеждениями. Ну, и на хороших примерах. Это от семьи идет, мне кажется, в первую очередь. Поэтому с детства как-то прививать какую-то толерантность, не знаю. Детей надо занимать постоянно и контролировать. А те, которые бесхозно ходят по городу, конечно, они ищут, чем заняться. Иногда находят не то, что надо. Рассказывать главную правду, не замалчивая. Ну, я считаю, больше делать добра, наверное. А для этого надо просто рассказывать о нацизме. Надо рассказывать о том, что первые концлагеря начинались в Терезине и Телергофе. Показывать, как это было, показывать, может быть, какие-то жестокие фильмы. Сейчас, к сожалению, нет уже свидетелей тех лет, которые могли бы рассказать без приказ, как это было. Я напоминаю, у нас в гостях президент Межрегиональной общественной организации Всекрымский еврейский конгресс Ян Борисович Эпштейн. Мы обсуждаем то, как же бороться с коричневой чумой и насколько это важно. Ну, для того, чтобы мы жили все в мире, нам действительно нужно пропагандировать лучшее, светлое, то, о чем мы говорим и то, что мы сегодня делаем. И то, что делают сегодня российский еврейский конгресс и многие миролюбивые организации. Чтобы не повторилось то, что сегодня пытаются повторить в соседней стране, когда делают факельное шествие, тут героизируют таких, как Шухевич и Бандера. Поэтому мы должны разъяснять детям, мы должны учить, проводить уроки в школах, мы должны проводить конкурсы для того, чтобы мир был всегда над нашей головой, чтобы наши дети не знали, что такое ужасы войны. Потому что мы прекрасно знаем, какое количество детей погибло в страшные годы и Холокоста, и в страшные годы войны. И поэтому наша задача с вами сделать все, чтобы защитить наше будущее вместе. Наша задача заключается в том, чтобы это никогда не повторилось. В Крыму проживает 176 национальностей, и действительно для нас, как ни для кого другого, очень важно жить в мире. У нас в гостях был президент Межрегиональной Всекрымской Европейской Европейской Конгресс Ян Борисович Эпштейн. Мы обсуждали то, как нужно бороться с коричневой чумой. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Будем творить доброе и благополучие.